А сейчас мы с вами рассмотрим бары истощения. Бары истощения формируются после сильного движения рынка вверх или вниз. Это такая разновидность ключевого разворота и однобарного островного разворота. Однако различия тут присутствуют, поэтому мы их выделяем в отдельную категорию. А сейчас мы с вами рассмотрим основные характеристики бары истощения. Первая цена открывается с большим гэпом в направлении основного тренда, который, как правильно, достаточно сильный. Второе. Бары чрезвычайно длинны по сравнению с предыдущими барами. Обычно такие бары существенно длиннее, нежели бары ключевого разворота. Третье. Эта цена открытия формируется в нижней части бара, если тренд вниз. И наоборот, в верхней, если тренд вверх. Другими словами, эмоции в рынке на открытии бара будут зашкаливать. Четвертая. Цена закрытия должна быть выше открытия и в верхней части бара для тренда вниз. Все это указывает на то, что настроение рынка, по крайней мере, в момент формирования бара, склоняется в сторону разворота. Пятое. Бар завершен, когда гэп слева не закрыт. Это отличается от ключевого разворотного бара, где гэпа либо нет совсем, либо он очень маленький. Бар истощения отличается от однобарных островных разворотов, поскольку между баром и следующей за ним баром нету гэпа. Кроме того, у однобарного острова цены открытия и закрытия нередко находятся рядом с друг с другом и близко к гэпу. Как затяжки? Как?